Друзья, всех приветствую в новом влоге. Я сейчас лечу в Хабаровск, а затем в Комсомольск. Моя любимая племянница выходит замуж. Вот такой замечательный повод у меня приехать в Комсомольск. Все, друзья, мы прилетели в Хабаровск. Я самая первая вышла. В Хабаровске минус 7. Прекрасная, я бы сказала, погода. Ой, господи, из Москвы вылетала, минус 3 было. Можно сказать, почти весна. В Хабаровске, кстати, тоже солнышка нет сегодня. Снежок. А что меня порадовало, так это стоимость такси. 250 рублей с аэропорта до отеля. Супер! Очень мне это нравится. Я приехала в отель, и здесь мне нужно будет провести день. Мой поезд до Комсомольска только вечером. И он у нас один. Ну, в смысле, есть еще с утра, но я как раз на него не успеваю. Так что, как правило, приходится вот до вечера ждать. Так, ну что, давайте номер посмотрим. В принципе, все стандартно, но он достаточно большой, уютный. И мне здесь очень нравится в этом отеле, потому что недалеко находится вокзал. Снежок. И здесь есть кафе, гости называются. Просто с потрясающей вкусной кухней. Поэтому я постоянно здесь останавливаюсь. Ой, Господи. Постоянно здесь останавливаюсь. Ну вот, собственно говоря, такая простая ванная комната. Все, пойду я разбирать свои вещички, отдыхать, потому что я не спала в самолете вообще. И вечером на вокзал, и в Комсомольск. Так, я выспалась и заказала себе обед-ужин. Когда я вам говорила про хорошую кухню, я имела в виду, в первую очередь, вот этот салат. Цезарь с курицей, казалось бы, банальный салат, но какой же он у них вкусный. Я не знаю, что они там, какие чудеса делают, но вкуснее Цезаря я нигде не ела. Вот серьезно. Ну и паштет из куриной печени. Так, сейчас я поем и с новыми силами в бой. Друзья, ну что, я в Комсомольске. Ой, как громко. Я не была здесь полтора года почти. Не могу сказать, что я испытываю какую-то ностальгию. Но я приехала сюда по очень приятному поводу. Это, конечно, радует. Я проспала с 9 утра до 3 дня. Представляете? Слушайте, чего-чего о солнечных дней в Комсомольске более чем достаточно. Солнышко меня безумно радует после Москвы. Зимой там его, конечно, совсем немного. А еще я вам хотела показать. Вы посмотрите на цветок. Помните, я как-то в одном из влогов, когда еще в Комсомольске жила, показывала вам такой он был маленький. А теперь вот это да, мощь. Красота какая. Смена часовых поясов, это, конечно, жесткая штука. В этот раз я прям особенно сильно это чувствую. И сейчас стараюсь как-то активничать для того, чтобы не хотелось спать. На самом деле хочется горизонтальное положение принять. Смотрите, я тут привезла разные украшалочки для того, чтобы подобрать потом для своего образа. А еще вот такой у меня конвертик. Но я его еще в Москве купила. Смотрите, миленький, да? Для того, чтобы положить подарочек для молодоженов. А еще я взяла с собой аромабокс для того, чтобы не вести большую упаковку парфюма. У меня вот такой новый топ весенних ароматов. Вот хочу протестировать, посмотреть, какой больше понравится, какой больше подойдет к моему образу, ну и к ситуации, я бы сказала. Ну что, давайте я вам покажу, что собрано в моем новом аромабоксе. Я когда выбирала новый аромабокс на рандеву и увидела вот этот топ весенних ароматов, у меня ни секунды не было сомнений, что я хочу именно его. Коротко для моих новых зрителей, аромабокс это вот такая очень красивая, стильная коробочка, в которой собрано тематически 8 сэмплов по 1,5 мл. Как я уже и сказала, эти аромабоксы подобраны по какой-то определенной тематике или, скажем, по классификации ароматов. Выбирайте, что вам ближе. И, конечно, это вот я до сих пор не могу в эти аромабоксы наиграться. Это очень удобно. Во-первых, конечно же, тестируйте, какие хотите ароматы. Вот здесь, кстати, в этом аромабоксе селективные ароматы, по-моему, практически все, если они ничего не путают. Ну а сейчас, к примеру, я нахожусь за 8 тысяч километров от Москвы, и я, естественно, не могла с собой взять там несколько парфюмов. А аромабокс, пожалуйста, я положила его в чемодан, он много места не занимает, и зато здесь в спокойной обстановке я могла протестировать все ароматы и выбрать, какой из них подойдет для моего образа, который я надену на свадьбу. Я вообще их уже все протестировала, но хочу поделиться с вами, конечно. На сайте Рандеву, конечно, представлены не только аромабоксы, это большой интернет-магазин, где просто огромный выбор парфюмерии, косметики, постоянно проходят какие-то акции, скидки. Ну и я, конечно же, не оставлю вас в этот раз без промокода. Мой промокод, который вы видите на экране, даст вам дополнительную скидку 10%, и она будет суммироваться со всеми акциями и скидками. Это, согласитесь, прям ощутимая скидка, я бы сказала. Ну а на вот эти потрясающие аромабоксы сейчас скидка 30%. Мне, в принципе, все ароматы в этом аромабоксе понравились, только некоторые я бы носила на себе, а некоторые просто как ароматерапия, почувствовать что-ли весну в полной мере, я бы так сказала. Вот как раз такой аромат, это Амуаш Лав Мимоза, очень красивый аромат, яркий, нежный, вот прямо как весеннее солнышко. Он стартует такими прохладными нотами, но затем раскрывается медовыми, пудровыми, такими чуть сладковатыми нотами. Полное ощущение весны от этого аромата, распускающиеся веточки, копель, пыльца. Вот аромат на тот случай, когда вы выглядываете в окно и видите, что там пасмурно, а потом берете этот аромат, или наносите на себя, или просто распыляете на блотер, чтобы послушать, вдохновиться, и все. Вот он, солнечный свет, вот оно, прекрасное настроение. Это аромат для меня не тот, который я на себе бы носила, но безусловно, если в Москве будет пасмурно этой весной, то я с ним точно не расстанусь. Меня в очередной раз порадовал Байреда. Аромат называется Young Rose. Юная роза, молодая роза. И вот это как раз тот самый аромат, который я и планирую надеть на себя в дополнение к моему образу. Это очень тонкая, такая изящная роза, не тяжелая, не приторная. И перчик для пикантности. Знаете, сверху довольно свежее, цветочное звучание, но проходит время, и я слышу припудренный ирис. Аромат становится более сложным. Мускус, амбра. В общем-то, это как раз то, что мне очень нравится в ароматах. Вообще, в целом, это такая благородная, нежная роза. Это, конечно, не просто розочка. Это очень благородный, красивый аромат. Цветочное, пряное облако, очень дорогой аромат. И он идеально просто, я считаю, подойдет и к случаю, и к моему настроению. Кстати, на сайте Рандеву я нашла аромабокс с лучшими ароматами от этого бренда. Ну, согласитесь, это круто. Это как раз, наверное, будет мой следующий аромабокс, потому что мне очень интересно познакомиться с этим брендом поближе и удобнее всего это сделать именно с аромабоксом. Под видео, вот прямо в первой строке, вы найдете ссылку на сайт Рандеву. Я напоминаю еще раз вам про свой промокод. Он, кстати, будет работать до конца года. Если вы этот ролик смотрите не в марте, то, тем не менее, мой промокод все так же работает. Вы можете им воспользоваться. Ну что, друзья, а я продолжаю этот очень интересный влог. Я привезла вот такой костюм брючный Urban Tiger. Смотрите, какой цвет приятный, да? Не слишком светлый? Как-то на свадьбу в слишком светлом костюме идти? Ну, не знаю. Мне кажется, это все-таки приоритет невесты быть в светлом. Но в то же время в темном тоже не хочется. А тут прям замечательный цвет. И я еще в Москве купила вот такой топ. Он еще мятый, конечно. Надо будет его привести в порядок. И, соответственно, топ я надену с жакетом. Привезли мне сейчас букет, который я заказала для невесты. Смотрите, какая красота. Флористы такие молодцы. Я показала им фотографию. И они прямо по этой фотографии, учитывая все мои пожелания, сделали вот такую красоту. Современный и стильный, очень красивый букет. Мне осталось, кстати, сделать макияж, вытянуть волосы. И все, я готова. Поедем поздравлять молодых. Друзья, ну что, мы сейчас находимся на проспекте первостроителей города Комсомольска-на-Амуре. А вот это наш ЗАГС. ЗАГС Центрального района. И здесь, кстати, мы с моим мужем тоже... Что мы там делали? Бракосочетались. Что мы там делали? Дорогие женихы и невесты, уважаемые родители и родители. Сегодня, 3 марта 2020 года... Дорогие женихы и невесты, уважаемые родители. Я, конечно, прослезилась. Поплакала. Так, я не поняла? Я потерялась? А, вот он, наша машина. Мы сейчас едем в фотостудию. Сначала фуршетик, то и все. Фуршетик. 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 вот такой парк, называется он Силинский. И здесь летние веранды, домики. Вот мы вот в этом домике сейчас будем. Место, где можно пожарить шашлыки. Так что мы сегодня проводим время на воздухе. Хотя, честно говоря, не могу сказать, что как-то тепло и комфортно. Но я думаю, это до первой порции шашлыка. Потом будет все нормально. Так, дело прошло. Шашлычки. Смотрите, ребятки, какие к нам гости пришли. Я так понимаю, судя по ошейникам, это не бродячие собаки. Это собаки, да-да-да, это собаки местные, я бы сказала. Вот, на запах шашлычка пришли. Представляете, у меня до отъезда был спланирован каждый день. А я сегодня просто лежу в постели, ем еду, которую я заказала, и смотрю сериалы, потому что я заболела. И самое неприятное, что с моей лекарственной аллергии таблетки я пью вот прямо в самом крайнем случае. И как сейчас это все лечить, непонятно. Я буду вам признательна, если вы мне в комментариях напишите, чем можно вылечить народными средствами кашель сухой и больное горло. Если это, конечно, возможно. Когда этот ролик выйдет, я надеюсь, я уже буду здорова. О, слышите, даже голос хрипит. Но на будущее пригодится. Смотрите, в каком мы сегодня красивом атмосферном месте в ресторане. Красота, ребята. Через два дня я уезжаю в Москву. А пока отдыхаем, празднуем, прекрасно проводим время. Ну что, друзья, я уже в Хабаровске, жду свой рейс на Москву. Осталось еще несколько часов. Сейчас мы с моей новой знакомой попьем чай, позавтракаем и полетим. Такая милая девочка из Комсомольска на Амуре. Можно говорить, я к вам присоединюсь. Я впервые лечу, очень волнуюсь и переживаю. Так что вот у меня новая покучица сейчас. Ну что, друзья, все. Я долетела благополучно, все хорошо. Вообще была такая классная поездка, столько эмоций положительных. На самом деле, эта штука такая выматывающая, когда ты, знаете, ночь не спишь, едешь в поезде, потом еще едешь, летишь, то есть восемь часов в небе. Я вот сейчас иду ни жива, ни мертва. Но я нисколько не пожалела, что съездила. Повидалась со своими близкими, так что все хорошо. Надеюсь, этот ролик будет для вас интересным, развлекательным, конечно же. А мы с вами увидимся в следующем ролике.